И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушать и космических путешествий у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио, Сувоном Кроссторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, прошло какое-то количество времени. Я большую часть времени занимался тем, что строил вот эту базу. Как я и говорил, я собираюсь заняться тем, чтобы здесь добывалась руда из урана. В принципе, это мне удалось здесь построить небольшой аванпост, но в этой же серии, как я и уже говорил, я хочу заняться тем, на чем мы с вами и остановились, а именно на создании новых типов технологических карт, а именно на оптимизационных технологических. Для нее мы с вами уже начали когда-то производить иммерсид, здесь мы его по сути уже добываем и здесь он хранится. А значит все, что нам осталось, это его перерабатывать для дальнейших исследований. И первое, что нам предстоит здесь, получать из необработанного иммерсида, измельченный иммерсид. Сейчас это быстро сделаем, всего лишь понадобится 40 дробилок, но я хочу делать здесь по максимуму, поэтому немножечко меняю сейчас приоритеты и буду считать по количеству производимого продукта. Тут нам нужно целых 2,7 линии, но лучше сделать это все вот таким вот образом, чтобы 14 дробилок занимались всей единой линией иммерсида. Осталось лишь только это все построить. В итоге у меня здесь примерно такая схема получается. Здесь у меня идет половина линии, здесь половинная линия. Все это объединяется, песок объединяется и выходит, допустим, в какой-нибудь сборочный автомат, вот здесь, который пока что примерно будет стоять. В него будут идти постепенно все, допустим, 6 линий конвейеров, не важно. И это все будет, естественно, уничтожаться в виде отсыпки. Пока что временно это здесь будет размешено, дальше подумаем. А вот здесь будет выходить у меня 0,5 линии иммерсидовой пыли. А значит, я могу сделать вот так вот еще раз здесь, для того, чтобы было вместо 0,5 линии целая линия иммерсидовой пыли. Временным вариантом, конечно же, я здесь построил. И мы постепенно можем потихонечку запускать всю эту систему, чтобы протестировать, будет ли она работать. Сразу после того, как я сделаю, ну, допустим, вот эту станцию, станции по загрузке иммерсидовой пыли. И если мы здесь все правильно, внимательно посмотрим, то получается, нам нужно всего здесь 40 этих дробилок. У меня здесь, несмотря на все мои усилия, пока что размещено 28, то есть 28 это один стак. А значит, я беру это все безобразие и достраиваю до максималочки. Как минимум, точно 6 штук я могу здесь разместить, и пусть они будут размещены. Главное, чтобы хватило сырьевой базы. Ну и дроны, конечно же, я надеюсь, это все достроит. И останется лишь настроить окончательную сортировку. Почти все достроено, значит, я могу эту схему постепенно запускать. Главное, чтобы иммерсида на самом деле хватало, и он успевал бы к нам доставляться. Все здесь примерно объединено в единой линии. Я надеюсь, это будет более-менее спокойно и нормально работать. Но опять-таки, этот весь процесс нужно налаживать. Ой-ой-ой, как он быстро исчезает. Да, чудеса. Ну, меня, в принципе, такая скорость более-менее устраивает. Песок уже постепенно начал заполняться. Можно сказать, что это все очень даже хорошо работает. Только меня не устраивает то, что вот это вот по какой-то причине сборочный автомат не успевает все дробить. Я не знаю, почему так. Но давайте на всякий случай поставлю два таких сборочных автомата, как подстраховку. Вот, песок начал постепенно бувать. И вот та. Да, именно этого я и добивался по итогу, чтобы все это стабильно более-менее работало. Следующий этап, мне нужно весь этот измельченный иммерсит вместе с серной кислотой превращать в сульфид иммерсита. Я могу это делать без особых проблем, но сначала я хотел бы заняться тем, что займет большее количество времени. А именно, созданием аммиака. Он понадобится нам чуть попозже, вот на этом этапе, где нам потребуется азотная кислота. Для того, чтобы создавать аммиак, потребуется водород, который я могу получать путем электролиза. Также понадобится азот, для получения которого достаточно всего одного атмосферного конденсатора. И все. В таком случае давайте делать. Я уже начал создание этого, разместил уже поиск, который бы привозил сюда воду. Ну и останется лишь все остальное разместить. Схема с электролизом выглядит примерно вот таким вот образом. Я уже здесь примерно все настроил. Сейчас достроятся остальные вот эти два стальных резервуара. И сюда будет погружаться водород-кислород. Кислород, конечно же, я потом уничтожаю, водород использую. Также здесь я уже немножечко атмосферных конденсаторов разместил, которые бы собирали азот из атмосферы и помещали его до половины в этот резервуар. Остальную половину, я думаю, заполнять с помощью поезда, который бы привозил азот из вторички. То есть у меня здесь азот получается при вторичной обработке. И как раз я мог бы его еще раз использовать. Не знаю, насколько это сильно необходимо, ведь если верить калькулятору, нам вообще здесь этот один всего нужна штука конденсатора. Ну ладно, сейчас мне останется химические заводы здесь разместить и сделать еще одну станцию по загрузке азотной кислоты. Ну вот и готово, сейчас электролиз достраивается, азот достраивается и азотная кислота уже точно будет достроена. И она будет автоматически помещаться в большой резервуар, где я ее смогу забирать. Весь вопрос лишь только в способности наших дронов как можно быстрее это все достроить. Какая азотная кислота, если это аммиак, но не важно. Азотная кислота будет гораздо позже. Теперь, пока это все достраивается, я иду делать большой блок, связанный с химическими заводами и сульфидом иммерсита. Ну вот, последнее сказано мною празы. Прошло очень большое количество времени, и мы достаточно продвинулись в производстве. Я здесь достроил цех по производству аммиака, то есть они полностью работают. И успешно аммиак складывается. Когда вот эта вся система по производству сульфида иммерсита готова, я значит могу начинать пускать здесь в производство измельченный иммерсит. Он вот так вот пойдет по трубам и во все химические заводы будет размещен. Серная кислота здесь давно уже подведена, а значит по итогу мы будем получать сульфид иммерсита и будем его отсюда забирать поездами. Следом, я вот здесь вот отгрохал цех по производству азотной кислоты. Редкие металлы идут в химические заводы, так же как и аммиак, вместе с минеральной водой. Все это смешивается. Два цеха здесь размещено. По 42 химических завода, каждая. И все это единая система должна загружаться в огромный резервуар. Я могу редкие металлы здесь тоже пускать, и это все потихонечку будет воспроизводиться. Следующий наш этап это получение иммерситового порошка. Его мы можем получать смешивая сульфид иммерсита и азотную кислоту. И оба этих производства мы сейчас уже организовали. Мы их смешиваем в промышленных печах, и все то, что из них выходит, идет по конвейерам и поступает в склад. Они нужны часть в виде азота, который здесь идет с вторичным продуктом. У нас складируется, и складируется все это в огромный резервуар вот здесь. А из него она уже дальше уничтожается в факельных трубах. Я решил отказаться от идеи, то что его во вторичку сюда мы будем присылать. По большей части это вообще рудимент был бы здесь, ведь нам и вот такой вот системы по производству азотной кислоты вполне хватает. Сейчас же основная наша задача дождаться, когда обе жидкости смогут наполниться, и мы смогли бы их загружать в систему. Ну, потихоньку, конечно, не быстро весь этот процесс идет. Следующий цех, который я здесь отгрохал, он занимается тем, что мы производим здесь иммерситовые кристаллы. Мы смешиваем порошок, который как раз получаем в предыдущем цеху, и кремень вместе с тем же самым сульфитом иммерсита. Все это здесь смешивается, и получаем кристаллы, и они сюда вот загружаются и погружаются. По большим продуктам здесь идет сера, по большей части которую я, скорее всего, буду уничтожать в этих складах. А то, что не будет уничтожаться, будет погружаться вот в эту вот железнодорожную станцию. Пусть она существует, лишней точно не будет. И примерно то же самое у меня находится в следующем цеху, где редкие металлы будут смешиваться с вот этим получаемым ресурсом в виде иммерситовых кристаллов. И на выходе мы будем получать иммерситовые пластины. А все потому, что нам иммерситовые кристаллы и иммерситовые пластины необходимо будет впоследствии отправлять на орбиту. Модули скорости, я думаю, не составят никаких проблем мне сделать впоследствии на орбите. И останется лишь данные о машинном обучении. Тот факт, что я сделал все эти системы за кадром, не имеет ничего критичного. Они очень сильно похожи на то, что мы когда-то делали, и все необходимые нюансы и все тонкости всего происходящего я уже объяснил и рассказал. И сейчас мне остается ничего другого, кроме как ждать, когда все ресурсы наконец-таки произведутся и начнутся остальные производства. А пока я буду подготавливаться и, допустим, вот эти два цеха пущу на отправку в космос продуктов, которые сейчас мы и производим. Поскольку мне кажется, что я очень нескоро смогу пользоваться тем, что сейчас произвожу. И вот еще небольшой темпский, я уже нахожусь на орбите, где сделал станцию с производством синих вот этих вот ускорителей. Для этого мне пришлось сделать, подготовить вот такую вот большую схему производства электронных компонентов. И специально для этого я сделал здесь еще один вот такой вот приемник всех необходимых материалов и ресурсов. Здесь также потребовалось гигантское количество нефти, которое идет у меня на производство твердого топлива, необходимого для вот этих вот. Конечно же, его тут возможно с излишком, но я надеюсь, что этого мне будет хватать для производства всего. И в связи с этим у меня здесь также начинается большая проблема с бочками, которые здесь очень в больших объемах накапливаются. И пока я не придумал, что с ними делать и как их в автоматическом режиме убирать, и возможно мне придется сделать здесь такую же систему, как я сделал на Камаре, но это будет чуточку позже. Но самое главное, что я пригнал сюда иммерситовые пластины и иммерситовые кристаллы. С иммерситом это вообще отдельная история, его требуются какие-то конские колоссальные количества. И вот этих вот производств, которые я сделал здесь вообще не хватает, продлевать здесь даже пришлось веточку и сделать здесь еще одну добычу. И даже такого варианта вполне не хватает, и нам придется еще некоторые месторожения охватывать. Возможно еще вот этот иммерсит, где 621 тысяча, еще очень много-много всего предстоит нам здесь исследовать. Но это будет как-нибудь потом. Главное для меня сейчас вот хотя бы в базовом режиме запустить вот это производство, чтобы пошли новые технологические пакеты. Смазочная жидкость пошла, теплоизоляция до этого была, и все остальные компоненты я тоже сюда уже давным-давно когда-то подводил. Данное машинное обучение, как я и хотел, я вот здесь вот вывел. И сейчас последние трубы, конечно же, доставятся, ведь они вот через такое расстояние подземное не могут доставляться. И все эти космические фабрики начнут работать в полную силу. Я не думаю, что мне большое количество оптимизационных технологических карт потребуется, и в принципе вот такого количества производства, думаю, мне вполне хватит. У меня здесь есть медь и железо, а значит мне ничего не составляет сделать последний этап для новых технологических карт. Я тут посмотрел по расчетам, немножечко ошибся, ведь нам по сути вот этих вот исследовательских пакетов нужно, чтобы производилась одна фабрика. То есть я одну фабрику изставляю, а вот уже следующие карты будут производить как раз 4 вот таких вот гигантских исследовательских фабрики. Но ничего, и сейчас это все потихонечку начнет производиться. Мне же здесь останется по сути сделать лишь вот эти вот пустые технологические карты, для чего потребуется вот такое количество космических сборочных форматов и вот такое количество медных кабелей. Теперь я могу в спокойной совести все эти системы производственные ставить, делать из этих больших и страшных фабрик выгрузку и загрузку материалов в один такой небольшой и неприметный сундук пассивного снабжения. И как только сейчас это все дроны достроят, это может значить только одно, что у нас теперь появились новые исследовательские пакеты для новых изучений. Эта серия заняла по времени очень большое количество времени, я даже не ожидал, что в принципе так может случиться. Но главное, мы к этому пришли и сейчас исследовательские пакеты сюда должны будут начать загружаться. Очень много мороки было, особенно очень было много микроконтроля и налаживания всяких процессов, которые отвлекают и тратят большее количество времени, чем планируется. Но надеюсь вам это нравится и вам интересно за этим хотя бы плюс-минус наблюдать. А сейчас же я лечу к моей любимой исследовательской установочке, чтобы поставить оптимизационную технологическую карту сюда, в количестве допустим 200 штучек, и теперь она тоже будет загружаться в эти продвинутые лаборатории. И как вы можете видеть, если я в нее сейчас зайду, тут она последняя карта, которая нам доступна, именно в этих лабораториях. То есть следом должны будут идти какие-то новые лаборатории другого вида, и как с ними быть, это уже предстоит нам разбираться в следующей серии. Вот они, вот они мои любимые карточки, пошли сюда. Дроны уже пошли их забирать, и значит я могу начинать исследования. За кадром, конечно же, я эти исследования буду проводить, мне предстоит изучить прям реально большое количество всего. Как я вижу, тут есть всего 4 линейки дальнейшего развития. Зеленая, рыжая, голубая и фиолетовая. И каждая из них открывает что-то новое. Например, вот фиолетовая, я вижу, открывает, допустим, иммерситовые вышки. Воу, мне это очень пригодится. А также космическую железную дорогу, чего я так сильно хочу. Так что, наверное, скорее всего, мы через них с вами и будем идти. Ну, а если так, глазком глянуть, очень много всего страшного здесь предстоит. Ну, допустим, терможидкость, это еще не самое страшное. А вот энергетический каталог, открытие, важные данные, гальмивые плиты. То есть нам в любом случае летать на новые планеты, в любом случае нам открывать новые технологии, и кучу-кучу всего еще интересного делать нам предстоит. Ну, и в таком случае, на такой прекрасной ночи мы будем с вами потихонечку прощаться. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш, похоже, слуга Маморо. Еще услышимся.